Наш канал приветствует всех! К этому часу мы собрали следующие новости. Официально представлена Need for Speed Unbound. Blizzard отменит привязку телефона к Overwatch для некоторых игроков. Bethesda изменила дату релиза Starfield в Steam и многое другое. Создатель игр Mortal Kombat Ed Boon предупредил, что на праздновании 30-летия серии 8 октября не будет новых игр от NetherRealm Studios. «Мы знаем, что многие из вас взволнованы анонсом следующей игры NRS, и это произойдет в свое время. Но сначала все о 30-летии Mortal Kombat. Это то, что мы собираемся праздновать и на чем мы сосредоточимся. На следующий игровой анонс будет отдельно от MK30». Никаких других подробностей Boon не предоставил. Напомним, ранее он сообщал о том, что следующим проектом от студии будет что-то новое, а не Mortal Kombat 12 или Injustice 3. Bethesda обновила дату релиза Starfield в базе данных Steam. Теперь там указывается 29 декабря 2023 года. Изменения произошли 3 октября. Напомним, изначально проект должен был выйти 11 ноября. Однако через некоторое время разработчики сообщили, что ждать его стоит не раньше второго квартала 2023 года. Студия KZ Games объявила дату релиза 16-битного симулятора фермы на Марсе Mars Base. На ПК в Steam и Epic Games Store он появится 17 октября, а 8 декабря на гибридной консоли Nintendo Switch. В нем пользователям предстоит основать базу на Марсе и заниматься ее развитием. Строим мастерские, исследовательские лаборатории и теплицы. Студия Omega Force выпустила геймплейный трейлер Wild Hearts. В ролике показали путешествия по миру с использованием различных приспособлений, таких как своеобразный летающий фонарь и установка, стреляющая канатами, позволяя подниматься в горы. Еще продемонстрировали кооперативные сражения с монстрами. Так в бою игроки смогут не только использовать свое стандартное оружие, но и размещать вспомогательные предметы, такие как бомбы, взрывающиеся стены, катапульты с камнями и другие. Релиз игры запланирован на 17 февраля 2023 года для PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Портал GameSpot представил 12 минут кооперативного геймплея Gotham Knights. В ролике показали несколько примеров атаки с воздуха, уничтожения группы противников в роли Ровена, а также сражения с Харли Квинн. Релиз должен состояться 21 октября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Вышел трейлер 9 сезона Call of Duty Mobile под названием Zombies Are Back. Патч принесет в игру хэллоинскую версию локации Хасьенда, два новых режима, зомби-классика и супер-атака нежити, тематическое событие Hunted Voyage, 50 обновленных уровней боевого пропуска, косметические предметы в пиратской тематике, включая новые скины оператора, такие как Kui-G Sapporo Stealth, Domino Carbon Smoke, Zero Dark Sails, Immersive Sea Monster, чертежи оружия, карты вызова и брелки. Все это станет доступно в игре 13 октября. Activision Blizzard сообщили об отмене требования привязки телефона к Overwatch 2 для пользователей, игравших в оригинальный Overwatch с 9 июня 2021 года. Изменения вступят в силу 7 октября. Для всех новых игроков правило сохранится. Также разработчики отметили, что работа над устранением проблем с серверами продолжается, и они уже смогли добиться определенных результатов. В частности, были убраны очереди и сокращено количество вылетов из игры. Вышел новый трейлер второго сезона аниме-адаптации манги «Для тебя бессмертный». Премьера продолжения должна состояться 23 октября. Всего планируется выпустить 20 эпизодов. Напомним, сюжет шоу рассказывает о приключениях бессмертного существа, отправленного на землю и способного принимать форму умерших. Вышел свежий трейлер версии Persona 5 Royale для Nintendo Switch. В ролике показали несколько новых кинематографических и геймплейных сцен. Релиз запланирован на 21 октября. В этот же день для проекта выйдет обновление на PS5 и версии для ПК, Xbox Series и Xbox One. Напомним, ранее Persona 5 вышла на консоли PlayStation 4 и PlayStation 3 в сентябре 2017, а версия Royale является ее расширением. Студия Blumhouse сообщила, что у киноадаптации серии игр Five Nights at Freddy's появился режиссер. Им стала Эмма Тамви, работавшая над такими фильмами, как «Обитель страха» и «На встречу тьме». Картину продюсирует Джейсон Блум. Автор оригинальной франшизы Скотт Коутон помогает в создании сценария. Производство ленты должно стартовать в начале следующего года. Разработчики Call of Duty Modern Warfare 2 выпустили релизный трейлер. В коротком ролике показали некоторые каст-сцены из проекта, а также участников оперативно-тактической группы 141, среди которых Ghost, Soap и Капитан Прайс. Выход шутера запланирован на 28 октября. Обладатели предварительного заказа получат доступ к игре на неделю раньше, 20 числа того же месяца. Текилаворкс, известный по приключению Rhyme, сообщили, что после закрытия стримингового сервиса Google Stadia, один из их проектов станет мультиплатформенным. Речь идет о хорроре от третьего лица под названием Guild, релиз которого состоялся на платформе 19 ноября 2019 года. В качестве примерной даты выхода за пределами Stadia указывается 2023 год. В игре рассказывается о девочке-подростке Салли, отправившейся в темный альтернативный мир, чтобы спасти свою кузину. Пользователям необходимо решать головоломки, квесты и спасаться от монстров. Студия Trickster Arts анонсировала ролевой шутер с видом сверху Dreadhunter, в котором пользователям будет необходимо сражаться с полчищами монстров. Среди особенностей отмечают динамические сражения, бои с боссами в конце каждого сюжетного акта, постоянно меняющееся окружение при повторном прохождении, большое количество оружия, способностей героя и улучшений костюма, которые могут повлиять на стиль игры. Релиз запланирован на 4 квартал 2023 года. Студия Criterion Games и издательство Electronic Arts официально представили новую часть серии гоночных симуляторов Need for Speed с подзаголовком Unbound. Проект получил необычный визуал, сочетающий стрит-арт с реалистичной графикой. Все персонажи выполнены в анимационном стиле, каждому из них обещают проработанную историю. Как и в предыдущих частях, игроки получат возможность уринговать и коллекционировать машины в своем гараже, соревноваться в уличных гонках, уходить от погонь копов, а также принимать участие в еженедельных квалификациях. Отмечается, что компания будет работать по новой системе. Для сюжетного заезда потребуется сделать вступительный взнос, который можно отбить после победы. По заявке пользователям предстоит вернуть бесценный автомобиль, украденный из мастерской. Релиз запланирован уже на 2 декабря текущего года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Благодарим за просмотр! Будем рады, если вы подпишетесь на канал, а также поделитесь своими впечатлениями от увиденного в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...